привет друзья с вами вами я продолжаю проходить кампанию старкрафта wings of liberty и в прошлый раз я прошел третью миссию теперь меня открылся гиперион теперь метам откроется несколько разных вариантов куда дальше идти вроде бы ну и мне предлагают заглянуть в арсенал так что начнем с этого ничего особенного все укрепляю войска неизвестно для чего дорабатываешь броню и оружие улучшение все занесены в консоль но на них потребуется деньги немалый надеюсь ты вернулся не с пустыми руками слушай я знаю что с деньгами в последнее время было туго но этот артефакт с марсары окупит все наши расходы где-то я это уже слышал брат но теперь другое дело это я тоже слышал окей теперь я могу улучшать своих юнитов и по моему не только юнитов да я могу улучшать свои некоторые здания я могу улучшать своих юнитов улучшение стоит денег на это я собственно их израбатывал меня 100000 сейчас я могу что-нибудь сделать что конкретно я могу сделать на этом не не хватает но медики лечит быстрее меньше энергии на это тратит от неплохо не требуется лаборатория это тоже интересно потому что по 2 сразу у пехоты стоит взять симпак и щиты и мне и на то и на другое не хватит к сожалению что у меня с базой дальность атаки на один из бункера и вместимость бункера на два места я не думаю что мне особенно понадобится в бункер в ближайшее время так что я просто возьму стимпаки хотя 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 почему она все по 60 ну ладно я возьму да стимпаки это активная белка у пехоты пехота под ней бегает быстрее и стреляет быстрее но тратить жизнь на то чтобы их применить но у меня есть медики чтобы восстановить им жизнь окей теперь меня еще могу взять апгрейды бункеров но она мне не нужно что-то мне скажешь слон улучшение того что у нас уже есть это хорошо но когда у нас появятся новые разработки в арсенале шаром покати когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое я сохраняю чертежи чтобы при необходимости наладить производство если тебе нужно построить что-нибудь особенное обеспечь меня чертежами окей вообще мне в переводе очень не нравится тот факт что баланс звука у них какой-то левый в том плане что голоса тише чем все остальное это напрягает ну ладно хрен с ним ну и пока что у меня доступны только мостик и арсенал когда у нас откроется лаборатория было бы здорово начать исследование откроется когда-нибудь все действительно так плохо мэтт сообщение о нападениях зергов приходится всего сектора менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет доминиона бросив пограничные миры на произвол судьбы это настоящий ад мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горстки добровольцев значит пока не будем геройствовать поднимем деньжат на мебиусах а там все немного утрясется тогда и разберемся ты кажется не понимаешь ничего не утрясется зерги не остановится пока не перебьют нас всех не кипятись мэтт никто не собирается отсиживаться просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме нужно подзаработать денег собрать людей вооружиться тогда мы еще сможем что-нибудь сделать минск опять же защищает центральные миры и забил на все остальное шикарный у тебя кораблик джимми где ты раздобыл этот летающий дворец раньше теперь он был флагманским кораблем менгска мы с матом позаимствовали его когда наши пути с арктуром разошлись это старушка вытащила нас из многих неприятностей кстати о неприятностях тайкус почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре и правда у тебя что молнию заела ладно раскусил мне немного помогли с побегом из тюрьмы скажем так за мной теперь должок и я не выберусь из костюмчика пока не расплачусь и кому это ты задолжал кто тебя выпустил мебиусы естественно я же с ними не в музее познакомился им позарез нужны эти артефакты лучше не впутывай нас в свои дела тайкус об оплате твоих долгов мы не договаривались нотей про тайкуса тоже кое-что новое узнали ну поехали на миссии доложи обстановку мы получили сигнал бедствия с планеты агре зерги атаковали сельскохозяйственную колонию а ваш предприимчивый товарищ тайкус предлагает захватить артефакт находящиеся на монлите священной планете протасов выбор между двумя миссиями кто слышит это сообщение зерги напали на агре у нас небольшая сельскохозяйственная колония доминионцы сбежали нужно эвакуировать людей пока зерги не добрались до поселения если вы слышите это сообщение помогите зависимости от того куда я пойду мне дадут разного юнита и очки исследования зергов или протасов и возможно разные вознаграждения на чуть разно считают что очередной артефакт должен быть на планете под названием монлит скорее всего его охраняют протасы фанатики они называют себя толдарим и не думай что эти толдаримы такие же добренькие как твои приятели типа зерадула потому что это далеко не так в принципе нет разницы в каком порядке эти миссии проходить если одну прохожу мне 2 все равно остается доступно я пожалуй пойду сначала нагрю огнеметчики и исследование зергов и деньги она по моему чуть чуть легче чем 2 но опять же в итоге придется и хобби пройти и сейчас нет особой разницы какую проходить потому что не тот не дорогой не другой юнит не поможет на на других миссиях то есть тут не нужно не нужны будут мародеры там не нужны будет огневые очки поехали разбираться входящее сообщение спасибо что откликнулись на мой сигнал командир я доктор ариэль хэнсон я представляю население колонии агрия очень приятно док можете звать меня джимом что у вас тряслось зерги разрушили нашу планетарную защиту колонии обречено в течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт но зергов становится все больше и теперь добраться до кораблей не представляется возможным если вы возьмете на себя защиту шоссе мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут не беспокойтесь док мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности надеюсь что у вас получится командир зерги оказались гораздо ужаснее чем я могла себе представить макей тут нужно будет защищать конвои тут дают огнеметчиков огнеметчики имеют небольшое ауе они конусом дамажит и поэтому они достаточно неплохи и медики старта также у них по моему бонус по мелочи то есть огнеметчики по легким врагам типа вот зерклингов наносят увеличенный урон где-то легкие органические они наносят в полтора раза больше урона ну и также опять же у них атака конусом так что они задевают нескольких врагов сразу на старте здесь есть пара контейнеров средства возможно один возможно несколько что кстати в плане достижений здесь есть выполнить все задачи не потерять ни одного транспорта и не потеряв не демонтировать ни одного строения это сложно потому что я не хочу защищаться бункерами я лучше просто войсками будут сделать мы посмотрим возможно получится но огнеметчики естественно очень хороши против собак но не настолько хороши против чего-то более тяжелого теперь у меня здесь будет база я передам вам управление над основными зданиями колонии чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией и я могу строить огнеметчиков они стоят 25 газа 100 ресурсов и две единицы с твоей занимают но я думаю так этих этих пехотинцев мне не дал я думаю мне сейчас в нужнее пехота просто обычно еще ресурсы почему так тихо стал говорить нам предстоит конвоировать колонистов космопорту чтобы дать им шанс выбраться с планеты из поселка скоро отправится первая группа колонистов еще один барак и еще один супай газ мне пока что не нужен потому что я строю пехоту вот такие вот будут набираться броневики у которых 150 хитпоинтов и немножко брони и их нужно защищать так чтобы их не убили по пути космопорта вот здесь там по сути три по моему места откуда зерги лезут вот здесь вот подъем на тройку забить и это надо тоже на тройку забить здесь один подъем здесь где-то справа по моему подъем потом 3 тоже слева и вместе с броневиком обычно идут там парашки пехотинцев обычно не останавливаемся вперед хотя здесь мне пригодится реактор ты строй нет ты ничего не строй базу защищать тоже конечно надо но здесь ее не настолько активно атакуют так что это не такая уж серьезная проблема медиков чуть-чуть назад тебя тоже в этот ряд кто-то догадался построить бункер вдоль дороги но если я хочу пытаться не терять когда зерги напали на войска доминиона бросили бункер избежать наплевать на судьбу колонии снять это много слишком выхода если я хочу не терять за нет у меня окончить бункер не создать надо будет направить туда солдат так что на нас будет направить рабочих чтобы чинить эти бункера это же hydra если посылать через атаку я по моему об этом не говорил в прошлый раз в общем я посылаю юнитов через атаку то есть я жму а и левую кнопку вместо того чтобы правой кнопкой куда-то отправлять тогда они атакуют первую каждую встречную цель а медики лечит тех кого они могут лечить и это намного лучше чем просто так их посылать правой кнопкой потому что если я просто там hydra и артефакт если я просто правой кнопкой отправляю юнитов то они просто идут туда куда я их отправил и игнорируют врагов полностью это нехорошо одна я потом конечно попытаюсь наверное защитить эти бункеры но пока что это не такая уж серьезная не такая уж важная задача вместо этого я предпочел иметь больше хотя нет не туда стал откройнуть больше здания я предпочел так же мне нужно больше огнемячка на здании им при все вообще мы не сможем охранять все шоссе что будем делать можно закрепить за группой колонистов мобильный ответ или построить еще бункеры для защиты шоссе здесь лежат вот эти тарт фактах менять факта какая-то хрен зерков ска как-то меня отряд почти убили в общем это фиговина если ее подобрать дает потом очки исследования следующих миссиях но не на следующих миссиях а между миссиями еще один supply сюда эту фиговину этот рабочий пусть там наверное стоит здесь мне тоже нужен как она в лаборатория потому что медики огнеметчики месяц не то чтобы нужнее но в общем пригодятся особенно медики потому что у меня немножко кончаются но в основном я буду просто использовать один такой отряд пехоты который будет гонять вместе с этими вместе с колонистами и защищать таким способом так мне надо еще парочку парочку рабочих чтобы починить этот бункер я надеюсь они справятся нет чёрт ну печаль броневик потеряли теперь к самих колонистов все еще можно защищать хотя один погиб на все ачивки сразу пытаться выполнить это не так уж хорошо тут еще и нужно эти что вы здесь делаете наркоманы я вас не сюда отправлял они случайно в отряд вместе со всем остальным правил а я не еще и пошли через не спать идеально ладно возможно мне стоит вообще забить начать я буду пытаться выполнять когда я могу это сделать что вы чините наркоманы зачем вы члените себя ладно блункера я уже потерял оба транспорте тоже потерял так что остается только выполнить все задания и для всех заданий нужно еще одну хреновину эти вот она я мог бы построить заново бункеры но это не нужно я предпочел чтобы здесь вообще изначально не было тогда было бы намного проще не терять здания но поскольку они изначально есть и демонтировать их нельзя это отшивка достаточно сложно еще парочку рабочих ну таким отрядом я уже здесь не проиграю и кстати я мог бы еще и построить наверное инженерку а то и две и улучшение тоже в них сделать но это мне опять же не понадобится не достаточно минералов эти ресурс скончаются и не нужно столько газа куда-то лети шовер тебе тут не рады двенадцать из пятидесяти они по десять в машине так что мне придется еще одну лишнюю машину вести это печально потому что я одного потерял в принципе для выполнения всех ачивок проще и удобнее было бы просто перезапустить миссию два раза то есть один раз ее пройти не давая убить транспорты и потом еще раз ее пройти не давая убить здание и пофиг на транспорта еще пехоты еще одного огнеметчика и одного медика это уже не имеет особого значения потому что опять же этого отряда мне хватит на всю миссию если бы я хотел защищаться бункерами то мне нужно было бы больше всего потому что бункеры как бы ну тогда мне придется разделять отряд между бункерами если я хочу бегать толпой то у меня этого вполне хватит окей этот доехал не дает пройти моим пехотинцам теперь они могут выбраться оттуда отлично упс нет сюда хранилища так хранилища куда я все-таки отправил одного огнеметчика мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы точно теперь будут зерги на меня падать рабочего запер между зданиями грейды почему бы и нет в общем теперь будут зерги дропаться своих дроп подов повсюду почему бы не пойти и не поубивать оу ультра наверное поэтому не пойти и не поубивать здесь все стимпак если я жму т но уходки и стимпака мои марины его жрут огнеметчики его не жрут потому что у них его нет и они на 15 секунд становятся 2 в полтора раза быстрее в плане скорости атаки и передвижение за себя пришел конечно совсем зря у меня здесь еще огромный отряд есть можно было даже еще пару бараков откройте если бы было куда сюда один лизит и сюда один лизит один огнеметчик выезжал больше медиков и газа и ресурсов вообще всего нужно больше там база зерговская естественно ее можно было бы попытаться убить и там справа еще одна должна быть вот они их дропы но на базах у них там страшные вещи типа ультравов бейлингов и прочие елиси которые сюда не нападает сюда нападают только собаки дараканы эти гидры иногда кто на них не напал успокойтесь сколько у них 11 у меня теперь тоже один один такие собаки толпами дохнут на огнеметчиках проблема в том что еще нельзя управлять этим транспортом они были меня сюда прилетают все таки ему то если бы его можно было остановить когда он где-то в неудачном месте когда его атакуют то все было бы намного намного проще гидра считается легким юнитом так что огнеметчики по гидре бонусный урон наносит и это очень хорошо так здесь нужен реактора здесь вот эта фигурина за все-таки туда пошел и потерял всю свою армию здесь но опять же это не помешает мне пройти миссию супа и можно убирать чтобы они это не мешали ходить недалеко от вашей позиции зафиксированная сейсмическая активность думаю это какой-то подземный зерк замечательно с ними как всегда не соскучишься нас кончается ресурс тоже кончаются ресурс кончаются немножко по-другому газ кончается у меня а ресурс кончается на базе так что здесь еще осталось сколько тут 600 тут 200 тут 400 тысячи полторы я думаю хватит до конца миссии но после этого мне ресурсы будет брать негде хотя есть конечно такие вот места где их на карте можно забрать рабочих мне больше не нужно я могу парочку рабочих отправлять с этой хренью потому что они могут и учинить наверное я надеюсь они могут и учинить и все-таки немножко вы помогли мародеры здесь потому что по тараканам радио хорошо дамажит но это не так уж критично потому что тараканов здесь мало и по ним и пехота тоже хорошо стреляет недостаточно без пена чем медика еще пара пехотенцев сойдет можно было бы наверное разделить отряд на 2 черви и один просто вести перед перед этой хреновины и второй сзади что вы делаете медики потому что тут иногда сзади приходит иногда спереди это может немножко мешать но сейчас они приходят и едят пехоту а пехота мне не особенно нужна союзная тей ладно стимпак а червей можно убивать из них тогда не будут вылезать враги но проблема в том что чтобы их убивать мне нужно оставиться около них и стрелять по ним в это время транспорт едет дальше и его там дальше убивают кей надо обились это последний я не уверен даже если здесь убить базы врагов то они будут продолжать на меня нападать они будут продолжать нападать меня с дроподов и из-под земли но возможно не будут просто так прибегать но даже на ветеране это очень сложно сделать на норме или без проблем можно всю карту зачистить пока там первый этот транспорт едет но на ветеране уже сложнее со всеми ачивками и с выносом всей карты на один не доехал к сожалению ну что поделать ну это ни на что не влияет естественно ачивки кроме ачивок собственно дополнительные задания влияют на исследования но я все три хреновина подобрал а прекрасная операция сэр доктор хэнсон предложила взять ее на время в команду думаю ее знания будут для нас неоценимы даже не верится что я здесь спасибо за предложение док над чем планируете работать ну здесь допотопное медицинское оборудование да и опыт исследований не богатый вот с этого и начнем вот как ну что ж хоть научите чему-нибудь нашего степмана добро пожаловать на борт ты вроде как снова в деле рейнер видимо тебя ввели в курс событий именно так мистер хилл чтобы противостоять зергам и доминиону одновременно мне понадобятся люди у тебя есть свободные наемники как началось нашествие мои ребята на расхват но твой бармен делает божественный май тай так что конечно у меня найдется для тебя парочка интересных предложений вы сама любезность мистер хилл окей теперь мне доступны наемники которых можно здесь нанять за какое-то количество денег и потом их в миссиях можно будет мгновенно призывать и это более крутые варианты обычных юнитов то есть у меня изначально есть боевые кабаны это пехота стандартная она призывает четырех пехотинцев которые там имеют больше жизни больше урона и их три раза можно за задание призывать но они все равно стоят какое-то количество там минералов газа но пехотинцы газа не стоят и я могу еще нанять огнеметчиков которых двое и их два раза можно призывать и они имеют кучу жизни но немножко урона но этого делать не буду с огнеметчиками конкретно я буду каких-то наемников брать там танки хорошие еще что-нибудь возможно но огнеметчики мне не настолько интересно ну и кроме этого здесь еще куча всех всякой фигни типа новостей но это все будет другой раз перед этим перед тем как закончить я хочу заглянуть в арсенал посмотреть что делается из огнеметчиков потому что что-то из них делается что у них за апгрейда увеличение а и и увеличение брони на 2 а не мечте тогда вообще не убиваем и становятся они и так достаточно толстая плюс два брони это вообще круто но опять же огнеметчики это не такой полезный юнит чтобы брать на них такие апгрейда то есть они не настолько часто нужны ну ладно с остальными всеми апгрейдами я разберусь следующий раз но на сегодня этом все я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был вами пока а